К нашему эфиру присоединяется Сергей Канев, российский журналист-расследователь. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Добрый вечер. Здравствуйте, спасибо, что присоединяетесь. Сергей, по поводу Патрушева, что это вообще за фигура в российских так называемых элитах? Ну, это ключевой чиновник в окружении Путина. Ему подчиняются все спецслужбы, все кадровые назначения на высшие должности проходят через него. Вы еще забыли, наверное, добавить, что он владеет великолепным дворцом в Серебряном Бару, это в Подмосковье. И я проводил расследование, на какие шиши он это строил. И, как я выяснил, ФСБ снесло свой же лагерь для детей. Землю попилили на участке и все это купил кошелек Патрушева. Это такой Игорь Кисаев. Он купил эту землю и деньги перечислил в фонд ФСБ. Ну и дальше эти деньги, по моим предположениям, на эти деньги построили дворец для Патрушева. Неплохо. Ну, смотрите, по поводу коррупционной составляющей, понятно, что ресурсов очень много, с которых можно поживиться. Тем более, если человек, вы говорите, всех силовиков пропускает через себя лично. Понятно, как работает... Ну, как секретарь Сарбеза, вон. Ну да, понятно, как работает эта вертикаль и коррупционная в том числе. А скажите, какое сейчас имеет влияние Патрушев на, допустим, введение войны против Украины? Насколько большая доля его советов в том, что потом, как верховно-главнокомандующий Путин, отдает в виде приказов армии? Ну, какие советы он может давать? Они, Путин и он, разыгрывают этот цирк. Значит, Патрушев рассказывает, что вот-вот раньше рассказывал, что Запад нападет на Россию, что, значит, биолаборатории в Украине, в которых, значит, разрабатывают биологическое оружие против россиян. Но некоторые его интервью и высказывания, они больше напоминают какие-то фантазии сумасшедшего человека. Ну, в России немало людей, которые верят. Как говорится, people have it, Патрушева. Ну, нормальный, вдумчивый человек понимает, что Патрушев занимается вот такой черной-чернухой пропагандой. Ну, Путин его держит, ценит. Кстати, ходят слухи о том, что Патрушев может быть вероятным преемником Путина. Как вы относитесь? Вряд ли. Он уже старенький, там куча болячек у него. Скорее всего, можно предположить, что Путин рассматривает его сына, министра сельского хозяйства. Он все-таки... Путин планирует как? Если вдруг он уйдет или там заболеет, вместо него должен стоять человек, которому полностью он доверяет. Сын Патрушева, Дмитрий, да, он из этого круга. И Путин ему доверяет. А так еще у него в запасе два бывших охранника. Да, это Алексей Дюмин, который сейчас глава Тульской области. И второй, блин, вот старость не раз забыла его фамилию. Сейчас этот человек тоже был... Надеждин? Миронов. А, Миронов. Миронов, да. Миронов был тоже его охранником. Потом он его закинул, по-моему, в Нижегородскую, по-моему, область. И оттуда перевел Миронова в свои советники. Сейчас Миронов раскручивает потихоньку. Я очень пристально наблюдаю за этим Мироновым. То он пропал, а теперь то на одном каком-то ключевом совещании, то на другом. Делает умное лицо, дает какие-то советы. Ну, в общем, его пиарят. Сергей, можно я вам вопрос поставлю тоже про силовиков? Надеюсь, что вы его прокомментируете с интересными данными, как вы обычно это делаете. 5 ноября в России отмечали День военной разведки. Исходя из информации журналистов Инсайдер из Дании... Кстати, я, насколько даже вижу, сейчас это и ваша статья, датированная пятым числом. Слушайте, автора сейчас и спросим об этом. Прекрасно. Так вот, как вы, получается, пишете, что были вскрыты некие письма, обращения к Путину, в которых, получается, сотрудники военной разведки жаловались на то, что, вот, вернувшись в Россию, особенно в Москву, для них нет нормальной работы, для их жен нет нормальных, также каких-то трудоустройств. Вот, одну, вроде, устроили даже в пиццерию или куда-то... Не предложили работать в пиццерии. Да, или... Разносчикам пицц. Или куда-то еще, в общем, куда не подобает. А для детей нет детских садов. И особенно жалуются те, кого, собственно, вернули из Европы, где они работали разведчиками. Извиновисные в Европе. И хорошо себя чувствовали. Скажите, а насколько велико это возмущение? Частные ли это случаи? Или действительно есть системное недовольство у разведчиков? Ну, конечно, есть мотивация этих людей, понятно, да. Они любили Россию из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, да. Подшпионивали там, вербовали, значит, ученых, политиков, инженеров. Да, все вроде хорошо, пользовались благами, значит, западной цивилизации. И, как я уже говорил, любили Россию оттуда. Вот. Ну, вот теперь их выслали, они попали в персону Нонграта. И они столкнулись с реальностью, да, в России, которую они любили. Там, кстати, люди по несколько лет не были в России. То есть они работали под крышами посольств, там, всяких международных организаций. И вот они вернулись в Россию. И что они обнаружили? Работы хорошей нет для их жен. Свободных мест в детских садах и школах тоже нет для их детей. Сами горыушники сейчас, в большинстве, которых выслали в 22-23 годах, они сидят на кухне, бухают, их некуда пристраивать, просто ругаются с женами. Потому что еще не трудоустроили тех горыушников, которых выслали в 21-м году еще, до войны. И сейчас за счастьем. То есть у них сейчас какие перспективы? Значит, посольства Африки, Южной Америки, Азии и стран СНГ. Других вариантов нет. Но и там все забито. Теми, их соседями из службы внешней разведки, ФСБ, те же коллеги из ГРУ сидят. Здесь надо либо расширять штаты посольств, либо увольнять кадровых дипломатов. Но, как мне сказал источник мой, Лавров, глава МИДа, он истерит и сопротивляется, не дает. То есть перспектив у этих шпионов никаких. Ну, за счастье, если там в Узбекистан, Таджикистан куда-нибудь зашлют. Ну, может быть, Пакистан. Ну, подальше от любимой родины, в общем. А, Сергей, а можно уточню? Они даже шпионят. И вот сейчас все резидентуры ГРУ, я вот говорю про ГРУ, в Европе заморожены. То есть нарушились вот эти оперативные цепочки, то есть кураторов всех выслали. Многие агенты, источники вообще перестали общаться с ГРУшниками, ссылаясь на то, что творит российская армия в Украине. Если раньше еще были какие-то отмазки, ну да, Крым, он раньше принадлежал России, ну да, Донбасс. Сейчас многие агенты, источники просто не выходят на связь. Сергей, можно уточню? Вот вы сказали, что все силовики рапортуются, в первую очередь, Патрушеву, особенно в верхушке силовой. А почему тогда разведчики пишут письмо Путину? Вот я не совсем понимаю этой механики. Разве Путин может им чем-то помочь? Ну это же принята традиция, да, там сломался унитаз, надо Путину звонить. Он же все на себя перевел с сестрелки, да, по телевизору показывает, он может все решить. Поэтому они ему написали. Вот, но я хочу сказать, что у меня это письмо еще появилось давно. Там с источником у меня были трения, да, я просил его открыть. Вот этих ГРУшников, которые под черными плашками, мы сначала открыли, потом он сказал, нет, надо закрыть, потом опять открыли, опять закрыли. В общем, я замучился с этим источником. Но он рассказывает, что это письмо кочевало по разным кабинетам в Старой площади. Там ставили какие-то резолюции там на конверте. Ну и в целях конспирации, чтобы не выдать своего источника, я многое не говорю. Кому это письмо пришло, где оно, чтобы не отследили. Моего источника. Ну а Патрушев, ну, он секретарь Совбеза. Вот, это ключевой, это человек, можно сказать, он курирует все спецслужбы. Да, но люди же видят, что он не принимает никаких решений. Он долбит в одну точку. Поэтому ему писать письмо, письмо, какой-то жалоба. Вероятно, он видел это, видел. Я не исключаю, да. Но решений-то никаких не принято. Места в детских садах не появились. А некоторым женам ГРУшников предложили развозить пиццу. На что они очень сильно оскорбились. Я одной позвонил, мадам, которая была, я говорю, вы что оскорбляетесь? На бирже труда пока устраивайтесь, потому что еще неизвестно, что будет через полгода. Может, вообще не будет работы. Да и вот я хотела в банке, у меня образование. Какие банки? Все скукошилось. Банки в подвешенном состоянии находятся после санкций, после агрессии против Украины. Так что я говорю, еще, может быть, пожалеете и побежите не только пиццу там развозить, а письма будете, почтальоны. По поводу того, какое количество, может быть, есть у вас данные еще, шпионов находятся на своих местах в Европе, лоббируют интересы России, шпионят и так далее? Нет, ну, точно цифр у меня нет. Патрушев мне об этом ничего не сказал. Жаль. Да. Ну, конечно, резидентуры остались, но они заморожены. Да, но очень многих выслали, очень многих выслали. Все нарушено. И такого провала не было ни в советской разведке, ни в российской. Это вот можно сравнить, разве что, с фашистской Германией, когда дипломатов ее высылали там из разных стран. Ну, разведка есть разведка. Конечно, остались. Осталась нелегальная резидентура, нелегалы остались. В посольствах ротация произошла. Произошла, да, то есть появились новые лица. Ну, мы все в нашем инсайдере, мы отслеживаем это. Но еще я должен сказать, что благодаря Путину полностью ликвидировали резидентуру ГРУ и службы внешней разведки в аэрофлоте. Ведь треть представителей аэрофлота, которые сидели по всему миру, это у нас были кадровые офицеры военной разведки и внешней разведки. Теперь этого нет. Слушайте, Сергей, я вот, возможно, завершающий вопрос вам поставлю. Помню, что 70% российских шпионов в Швейцарии осело, если мне не изменяет память. А с чем вызвана популярность Швейцарии для российской агентуры? Нет, ну я не знаю, что такое 70% российских... Нет, скорее всего, там просто увеличили, наверное, штат. Сейчас. Ну, в Швейцарии, там многие международные организации финансовые, все это интересует, как служба внешней... Рассказываю вам, как звучала новость, чтобы быть более конкретным. Итак, в Швейцарии находится около... Прошу прощения, речь идет не о процентах, это я, конечно, перепутал. В Швейцарии находится около 80 российских шпионов, что составляет около 1,5 от общего количества агентов Российской Федерации в Европе. Ну, то есть, тоже немало, 80 шпионов, и это пятая часть всего, что находится в Европе. А кто это опубликовал? Издание, локальная швейцарская газета, я вот тут вам на немецком не хочу в эфире прямом читать, чтобы не выглядеть казусно. Я вам скажу, что швейцарские журналисты сами ко мне обращались за помощью год назад. Помогите найти шпионов, я не знаю, где они столько нашли. Сюрхер-цайт он называется. Да, глава швейцарской разведки на полгода ездит в Москву и встречается с Патрушевым. Как я понял, Швейцария не любит вот эти шпионские скандалы, высылки и так далее. Поэтому, допустим, попался, Швейцария представляет интересы России в Грузии, допустим. Потому что нет дипломатических отношений между Россией и Грузией. Швейцария. Персонал сидит в Тбилиси российской. Но как бы они от Швейцарии работают. И вот там были внедрены шпионы из ГРУ. Я как раз об этом писал. И после этого глава швейцарской разведки поехал в Москву к Патрушеву. И я посмотрел, через два месяца люди, которые, ну, кадровые офицеры ГРУ, которые сидели в Тбилиси, да, представляли интересы России, да, их не стало. Но их заменили теми же. Теми шпионами. То есть шпионы все равно сидят в Грузии. Кстати, по-вашему, они имеют влияние на то, что происходит в данный момент в Грузии? Знаем, что сейчас народ Грузии и правительство Грузии – это две большие разницы. Так вот, какой след имеют вот эти вот шпионы в Грузии сейчас? Какое влияние? Я понял ваш вопрос, да. Ну, во-первых, это шпионаж, это вербовка политиков, военных, инженеров. Ну, и во-вторых, и в-третьих, это создание вот такой оппозиции ручной, которая курирует из российского посольства, из Москвы. И я об этом тоже писал и даже приводил суммы, которые платят оппозиции. Они выступают, эти оппозиционные партии, карликовые, собирают, правда, они очень шумные митинги против НАТО, за сближение с Россией, ездят в Госдуму, целуются там с депутатами и так далее. Это тоже работа разведки. Вот есть управление политической разведки, службы внешней разведки, как раз они этим занимаются. В том числе и в ГРУ. В ГРУ они не только, значит, шпионят, они ломают сайты, финансируют оппозицию и тоже наносят вред, ущерб соседним с нами странам. Сергей, спасибо вам большое за этот интереснейший разговор. Сергей Канев, российский журналист, расследователь специально для телеканала Freedom. Слава Украине! Героям слава! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!